Ранится с белорусским радой, забылась, как шоу называется. Бывает, бывает, бывает. Ранится с белорусским радой, протягивается у студии Андрей Синица. Настасья Ермалюк, я не забыл, все кто побочит со мной у студии. Лена Франшак так само побочит со мной у студии. Яшче побочит с нами у студии. Та-дам, Та-дам, Настя Кравченко с нами сейчас в этой студии. Доброе утро! Доброе утро! Боже, какая неподдельная радость в глазах, и это просто замечательно. А она с такой же радостью прибежала и в студию. На самом деле, мы уже насмеялись за выключенным микрофоном. Я полагаю, что будем продолжать сейчас в эфире. Собрались мы не просто так в этой студии, хотя на самом деле с Настей можно встречаться и просто так. Я знаю, она очень солнечный такой человек. Отзывчивый, говорливый. Замечательным настроением всегда. Да, дело в том, что 20 ноября, в общем-то, совсем скоро. Меньше недели. Первый сольник. Первый сольник. У Насти Кравченко. Об этом поговорим. Настя, ты откуда такая красивая? Я прилетела из Китая. Так, что ты там делала? Я отдыхала, я очень люблю путешествовать, и с этим будет связан вопрос нашим слушателям. Пожалуйста, вопрос. Сразу с вопроса, да. В какую страну следующую я бы мечтала съездить? Планировала, мечтала. Я так думаю, что наши слушатели могут предлагать свои варианты. Да, да. Они могут быть самыми экзотическими, могут быть самыми лучшими, самыми красивыми, самыми необычными и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И, может быть, ваш вариант станет вот той точкой на Настиной личной карте путешествий, куда она отправится. На кону два пригласительных билета. Как Китай. Очень классно. Как Настя в Китае? Настя в Китае вообще. Смотрится, да? У меня ощущение, как будто вот я там родилась вот миллион лет назад, не знаю, а вот мне очень комфортно там. На море была, в городе была, путешествовала в горы. Да, мне очень близок вот этот вот китайский антураж, так сказать. Мне близка вот эта еда. Меня предупреждали перед поездкой, что там очень специфическая еда, там будет там остро. Через три дня тебе так всё это надоест, ты будешь мечтать о котлетке с пюрешкой. Через три дня ты только наворачивала ложкой. Я себя уже настраиваю так, 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 так. А мне так нравилось, мне так вкусно эти все острые штучки, эти морепродукты. Мне прям зашло. Ты где была, расскажи? Ну где, на море отдыхала? Хайнань, да, город Санья. А, ну всё, это такие, я слышала, это как Багамские на той же широте, что и Багамские острова не находятся. И там прям очень-очень хорошо. Что-то экзотическое пробовала? Да как-то нет, нет, просто-просто я пробовала. Ну как показывают, там что-то хрустящее, что-то ползающее. Нет, 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 такое я не люблю. Я думаю, что ты ела, просто тебе не говорили, что это было именно оно. Живой белок, да? Умею я с утра поднять настроение, да. Ну, жива, здорова с вами в эфире, значит, всё было хорошо. Более того, в хорошем настроении и готова к концерту. Да. Кстати, готова? Вот, не знаю, всегда перед концертом какая-то ерунда начинает происходить. Что-то, что-то, вот, что-то идёт не так, вроде идёт всё по плану, по плану, по плану, потом опачки. Там, не знаю, какие-то заминки с одеждой. Или с моей, или с одеждой танцоров. Потом дальше всё идёт, идёт по плану, там, не знаю, гример, с которым я договаривалась, не может. И мне нужно там нового искать. Ну, это не проблема. Но сам факт, вот такие вот мелочи, которые в моменте чуть-чуть подкашивают, но потом я такая, да, я, да, всё хорошо. Слушай, ну, вообще, первый сольник, ну, вот, сольный концерт, это, я знаю, что ты прекрасный концертирующий артист, то есть ты в сборных можешь выступать и на большой площадке, и уличной, и не только, то есть это совершенно не проблема. И зритель твой тебя всегда любит и всегда ждёт, но, во всяком случае, сольник — это уже другая ответственность. Это сольник. Сколько ты к нему шла? Правда? Ну, получается, если в широком понимании... Всю жизнь. То как будто бы, ну, лет 15 точно. А если в более реальном понимании, то, наверное, с момента шокс-фактора Беларусь. То есть года 3-4, 3,5. Ну, неплохо. 3-4, тут можно было и, в общем, многому научиться, да, и, наверное, профессиональные свои... навыки. Но в любом случае, первый сольник... Одно дело, когда меня зовут на часовую программу в какой-то город, там у меня нет времени не переодеться между песнями. У меня просто нон-стоп час. Час я говорю, пою, пою, говорю, говорю, пою, всё, больше ничего не происходит. А тут... А тут... А тут... Будут... Будет 4 блока. То есть переодевание мы... Я буду трижды переодеваться. Так, хорошо. Название это «Я». Я в него вкладывала то, что «Я» разная. Я с разным подходом, я с разным материалом и, в целом, в разных амплуа. Вот меня запомнили «Шоу Окс Фактор» в таком виде, и я не изменяю себе в этом плане, я люблю меняться. Поэтому и на концерте будут разные настроения, разные песни, разный характер и разные образы. И в этих блоках также будут приглашённые гости. Я свой талант, я свой талант новый, приобретённый, покажу, но я пока не буду говорить. Не будешь говорить какой? Настя задала вопрос, что же это за страна, в которой она бы с удовольствием попутешествовала, отдохнула, куда бы она хотела отправиться. Друзья, география может быть абсолютно широкая. Совершенно верно, она есть широкая. Тамара предложила Японию, Егор – Индию. Вновь Тамара – Арабские Эмираты, Грузия, Таиланд, Египет, Турция, Куба. На Кубе, кстати, Настя была, я знаю. Так, вот-вот-вот, Любовь Шукевич написала, здравствуйте, предположу, следующее будут Сейшелы. А мы, кстати, за выключенным микрофоном обсуждали этот вариант. Тамара предлагает Францию или Италию, но тут более стандартно. Всё, друзья, пожалуйста, пишите в Телеграм-канале. Может быть, аргументируйте в двух словах. Может быть, Андрей Владимирович поедет вместе с Настей. Ну, сейчас отпустите меня. Классно напишите. Что ещё у нас сейчас в музыкальном плане? Ну, сольник – это такой, знаешь, итог определённый. То есть вот ты покажешь – это я, я такая, и я вот к этому уровню пришла вот в этом моменте. Ну, над музыкой-то новой, я уверена, ты работаешь. Конечно, планировался выход альбома за пару дней до сольника. Но там всякие технические моменты, опять же, вот то, что я говорю, какие-то мелкие такие сложности. Поэтому, скорее всего, мы не успеем выпустить альбом до сольника, но обязательно он будет в этом году. То есть в декабре 100% он будет выпущен альбом. Уже после концерта получится после сольника, да? Но ещё в этом году. Ну, знаете, в этом году обязательно. А потом, ну, так, сейчас я про альбом закончу, что там будет много песен. Из них 8 или 7 абсолютно совершенно новых, которых ещё никто не слышал нигде. Ничего себе! Вот, так что вам… А не боишься, вот, кстати, делать такую ставку на столько много новинок? Обычно же как бывает? Ну, вот всё уже обкатанное, ну, может быть, 2-3 тех, что прям что-то новое. А знаете, как-то я просто… Вот мы эти песни подбираем, и обычно у меня релиз выходит примерно раз в 2 месяца. А тут мы понимаем, что у нас уже очень много скопилось невышедших песен, и если их… Надо бы на почистить архивы, да? И если их растянуть на вот так, на ту частоту, с которой мы выкладываем раз в 2 месяца, то это будет выпускаться ещё год. А артист, творческий человек – это такая личность, которой нужно что-то постоянно новенькое, им нужно постоянно работать. А когда у нас уже записанные песни лежат, и мне просто нужно сидеть год, ничего не делая, и просто выпуская раз в 2 месяца песни, которые я уже слышала год назад, ну, это просто тебя, как творческого человека, потихоньку будет убивать и угнетать. Поэтому мы сразу их решили вывалить, так сказать. На общее обозрение. Да. И потом начнётся новый виток новой Насти, так сказать. Давай про новый виток мы чуть позже. Сейчас мы будем слушать песню. Я так понимаю, вот самую-самую новинку, вот то, что самый свежачок, как говорят. Да? Палишься? Палишься. Палишься. Хорошо. Что ещё нам нужно знать о концерте? Вот, кстати, такая хорошая информация. Те, кто хочет прийти с детьми, особенно с маленькими детьми, это можно сделать. Есть возможность? Конечно. Вход для деток до 3 лет абсолютно бесплатный. Кстати, вот твоя целевая аудитория. Мне кажется, это подростки. Или я ошибаюсь? А в какой-то момент я начала, я перестала понимать до конца, потому что есть совсем малыши 5-6 лет. Вот, кстати, малыши, да, тоже знаю. Есть 9-10 лет, уже ближе к подростковому возрасту. Мой активный фанатский клуб, если они слушают, передаю им огромный привет, это аудитория 15-20 лет. Ведут фан-аккаунты активно, приезжают на концерты с других городов. Ромашки начали раскручиваться, и в целом моё творчество начинает раскручиваться в ТикТоке благодаря людям 30+. То есть тут вот такая история, и я просто не понимаю в какой-то момент. Народная душа, Настя Кручек. Да, народная любовь. Ну вот что я могу сказать. Хорошо, год мы завершаем альбомом, в некотором смысле год мы завершаем сольником, а потом? А потом, я вам сказала до песни, что новый виток. Мы будем экспериментировать с жанрами, со стилями, с языками. То есть пришло время, считаешь? С языками по-английски запоёт Настя. А может и не только по-английски. Может по-французскому. А может и нет. Будут разные стили. То есть уже, понятное дело, я до конца ни в коем случае не предаю свой ромашечный, так сказать, стиль. Оно в любом случае будет, если будет хорошая песня, оно будет внедряться всегда, потому что эта часть меня уже неотъемлемая. Но эксперименты я люблю, и сейчас я понимаю, что время пришло. Мы слышим классные песни. Песни по-прежнему присылают, да? Да, 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 авторы. И понимаем, что это классно может, мы можем классно поиграться вот в эту историю и посмотреть, как, что и при каких обстоятельствах лучше заходит или не заходит. А каким образом будете выбирать вот то новое, что будет, опять же, приходить? Вы какой-то клич будете давать в соцсетях, либо сами будете пробовать что-то? А у нас уже есть сформированный список авторов, которые уже рассылкой просто пачки присылают там каждый день. Каждый день летят песни, то есть по 10 штук, допустим. Вот новая подборочка. И там и мужские, которые можно переделать под женские, и английские, и русские, и французские, и быстрые, и медленные, и грустные, и веселые. И рэп-стиль такого кача, и более распевные. Вообще на любой вкус и цвет. И таких авторов много. И мне шлют лично, и Сергею-продюсеру шлют. И через кого-то передают, говорят, было бы классно, если у тебя есть выход на Настю, передать эту песню Насте. То есть насчет песен вопросов никогда возникать не будет. Слушайте, а вообще медляки у Насти были кто-нибудь или нет? Ну, мечты, если это можно так назвать. Ну, тоже такой относительный. Слушай, а своими вот аккаунтами в соцсетях? Я помню, ты рассказывала, что ромашки ты раскрутила через ТикТок абсолютно самостоятельно. Вот так залетела, и очень здорово все получилось. До сих пор сама занимаешься? Или уже все, на все не хватает? Нет, до сих пор все делаю сама. Понятное дело, сейчас у нас появилась девочка, моя подружка, моя бывшая одноклассница. Вот, и сейчас она работает с контентом. Она помогает в ВК-клипы, потому что я в ВК истории вообще не сильна. Для меня это темный лес. Я захожу, я на сообщение, у меня там висит тысяча сообщений еще три года назад, которые мне слали. Я просто, не знаю, как бабулька себя чувствую в ВКонтакте. Вот, поэтому там она помогает. Ютуб периодически перехватывает. То я выложу что-то, то она выложит, то есть у нее есть доступ. А если отвечаешь на комментарии, ты отвечаешь? Или команда? Инстаграм это только моя история, только я сама отвечаю. То есть ты, если пишете друзья в Инстаграм, значит вам отвечают на секретарь. Тикток тоже, тоже только я имею до тиктока доступ. Лайки тоже я. Ну, то есть периодически Ютуб. Могу я, могу не я. И ВК вообще не я. Так, а меня еще сейчас интересует тема, а что с учебой у нас сейчас? Четвертый курс, заканчиваю, все. Я вижу, как ты заканчиваешь из путешествия в сольный концерт во все остальное. Так вот, поэтому и что, как вообще? Как дела-то? Диплом-то будет? Да. Дай бог, все будет. С божьей помощью, так сказать. Да. Я стараюсь, в любом случае, мне ничего просто так не дается, не падает с неба, потому что, о, Настя, ты ж поешь, круто, держи тебе, там, зачет, держи тебе. Понятное дело, что... Такого нет. Нет, никогда не было за четыре года. Понятное дело, на что-то закрывают глаза. Где-то я там, не знаю, ответила на семь, мне ставят восемь. Ну, то есть вот такая история, это максимум, что может быть. Потому что люди видят, что я не занимаюсь ерундой какой-то, там, не сижу дома, не сижу в телефоне, просто фильмы не смотрю, а действительно занимаюсь. И это, на мой взгляд, намного более энергозатратно, чем просто сидеть на учебе. А что, фильмы совсем не смотришь никакие? Вообще ничего не смотрю. Вот в самолете летела 9-10 часов в Китай. Что смотрела-то? Джокера смотрела. И на каскадеров смотрела. Хорошо. Вот так. Отдохнула в самолете. Отдохнула душой. Под просмотр душевных фильмов. Слушайте, еще предложение есть для Насти. Венеция. Карпаты. Так проблематично. Хотя, так... А вот мне кажется, Ирина имеет очень хорошие шансы, потому что вот она единственная. Ну, прям ты не подсказывай. Аргументируя, то прислушался к нашей подсказке, все-таки аргументируя. И мне эти аргументы, ну вот мне, например, они очень понравились. Настя, смотри, как ты. Спокойно, спокойно. Настя, Айкиш, спокойно. Очень приятно. Так, да. Доброе утро. Предлагаю Насте поехать в Катар. Там сейчас не жарко. Новая культура. В творчестве это очень важно. А еще там, внимание, самые богатые женихи. Отличное путешествие. О-о-о. Зрит в корень, Ирина, да? А еще здорово, что Катар, насколько я помню, мы тоже это направление рассматривали, он безвизовый. Да. А это огромный плюс, потому что с визами столько мороки сейчас, поэтому как будто бы... Тамара предлагает еще горнолыжный курорт Беларусь, например, Силич. Вообще горные лыжи, ты на лыжах стоишь, нет? Вообще активный спорт. Активный спорт это для тебя? Я очень люблю. Вот летом на байдарках я так рассекала. Да я раньше еще до факторов похода ходила. Там 4-5 дневная на байдарках. Ничего себе. Так что я... И комары не пугали. А зимнее? Я очень хотела, мы с подружками, с друзьями просто говорим, надо найти. Надо найти время, когда у всех получается возможность и поехать. Или на сноуборды, или на лыжи. Ну хотя бы на коньках. А, на коньках это классика, это всегда, конечно. Это получается, да? Да, ну хочется вот такого вот, именно уличного, не просто крытый каток какой-то, а уличных лыж хочется, сноубордов хочется. Чтобы воу с ветерком, да? Да. Дорогие слушатели Белорусского радио, я очень счастлива пригласить вас на свой первый сольный концерт, такое важное событие, 20 ноября в 19.00, Прайм Холл, это город Минск. Будет вау, будет шоу, будут эффекты, в самом широком понимании будет классное техническое оснащение шоу, свет, музыка, все эти спецэффекты, пушки, бэнд, живые блоки будут с живыми музыкантами. Команда работает, да? С живыми музыкантами, это прям супер, мне кажется. Команда работает. Да, я работаю, команда работает, работаем мы все, ночами не спим, ну вернее спим по три часа. Но это все для того, чтобы сделать крутое шоу, и чтобы вы кайфанули и зарядились моей энергией, а я подарила все, что у меня есть, всю свою энергию отдала вам, дорогие зрители. Жду вас очень. Спасибо огромное вам за прекрасный эфир, всегда счастлива быть у вас в гостях. Подзаряжаемся хорошим настроением с песней Алешка. И до встречи на концерте 20 ноября. Хорошего настроения, Настя, тебе здоровья и всего самого доброго. Спасибо.